Опять же, возвращаюсь к моей старой боли, к моей старой теме, ребятки. Когда мы уже сделаем адекватные агатионы в плане заточки? Потому что это невозможно терпеть. Агатионы, типа, со стопроцентной вероятностью затачиваются до плюс трех. Они не могут сломаться до этого значения. До плюс четырех они не ломаются, да, то есть плюс три включительно. Почему бы сразу не давать сразу плюс четвертый? На них точки не стоят ничего. Мы просто тратим время и смотрим, как они с одного точатся. И, ну, это, типа, стрёмная фигня. Так, окей, сейчас, ребятки, с кодиками порешаем. Я вижу уведомления. Я просто хочу это быстренько отточить, потому что потом, таким образом, будет гораздо легче... Гораздо легче сделать вот эту вот подборку топ-моментов. Ну, не то что, ну, вот эту вот нарезку, короче, да. Вот, не хочу поэтому прерывать заточку агатионов. Сейчас мы буквально пару минут мы с ними расправимся и порешаем некоторые там проблемасики, которые возникают. Так, сброс, вот это... А, ну, тут уже не так уж и много, кстати, осталось. Добиваем ровно пятнашечку у нас остается. Давайте все шестые попробуем сделать. Ну, типа, Игнес у меня всего лишь седьмой. Я хз, как он так у меня на ДК всего лишь седьмой. Что за бред? Так, ё-мая, сидит на работе, пока начальство ехало. Кодик флюкнул, спасибо большое. На здоровье, на здоровье, Иван. Так, хорошо. Есть шестые. Есть шестых аж целых, типа, шесть штук. Хм, интересно, интересно. Давайте, соответственно, попробуем подзаг... Ну, на восемь, на восемь, наверное, сразу, да? Потому что седьмой у меня есть в инвентаре. Если сейчас один будет восьмой, то мы еще и мой седьмой попробуем заточить. Пробуем загонять. На плюс семь из шести шестых агатионов у нас заходят два. И на плюс восемь они оба сгорают. Ну, минус шестьдесят купонов на агатионы. Но они и так, в принципе, легко достались. Поэтому ничего страшного. Так, ну, в общем, в общем, вот у нас... Оно все подготовлено, все готово. Мы так вот даже можем нажать. И погнали. Открываем, открываем, открываем. Да, вот трофеи копятся, как вы можете видеть. Но количество сундучков я... А, ну вот, меняется, да. Вот. Так, кожные брюки-молнии. Вполне возможно, они упали именно нам. Я не помню, выделяются у меня вот эти вот сообщения или нет. Может быть, я делал так... А, да. Да, я чтобы скрыть свой никнейм от ПКшников вроде бы выключал. Может быть, мы брюки-молнии вытащили. Может быть. Может быть. Я как бы не буду сильно прям на это дело рассчитывать. Брюки-молнии, кстати, стоят. Ничего себе, я так посмотрел. Серьган Тараса. Так. Ну... Нет, но это интригующе, конечно. Это, конечно, интригующе. Сейчас посмотреть будет инвентарь. Если это в натуре Серьган Тараса. Типа, ну это будет... Это будет забавно. Так, хорошо. 11 трофеев у нас есть. За 10 тысяч рублей. Смотрим. Смотрим. Так, сходу. 372 сундука с поясом дракона. Ну, не тянет это на 700 сундуков. Типа... На 700 поясов за 13 коробок. 1300 печати Герана. То есть, по 130 в среднем падает с одной. Вот. Ну, Мелисал. Хрен бы с ней. Кераса. Льда. Тяжелая. Вверх. Хорошо. Вот. Дальше у нас еще. Кристалл Души Адена. 64 штуки. Вполне себе можно спихнуть на рынок. Красящий порошок. 12 штучек. Тоже вполне себе улетает на рынок. Кристаллчики в броню. Это хорошо. Хардин. Хорошо. Порошок Эликсира. Один, между прочим, заходит. Серьган Тараса. Вкуснейшая. Вкуснейшая. Ну и, соответственно, еще, да. Брюки молнии. Значит, это все было мое. Это все было мое. Вот. Серьган Тараса. Ееее. Мы, по факту, одной только серьгой почти все коробки отбили. Это неплохо. Мне она нахрен не нужна. Мне она не уперлась совершенно. Вот. Она у нас типа как серьга Закина, но только сильно дороже. Тараса ледяного кристалла у нас получается треху стоит. Да. Ну, чуть меньше, но тем не менее. Вот. И кожаные брюки молнии тоже стоят треху. Итого, шесть семьдесят три у нас получается. Уже отбито. Тупо тремя итемами. Не, ну коробки отбились типа на сто процентов. Можно еще десятку типа фигануть. Но я, наверное, не буду. Честно говоря.